Ну, прежде всего, то, что я всегда говорю, да, это вот... Анатомические ориентиры, да? Да. Видео называется «Анатомические ориентиры в нашей практике». Костей у человека, знаете, сколько? Не знаю. Несколько человек? Нет, у меня несколько тысяч. Ну, по разным данным, там, от 240 до 260. Смотрю, что это за косточки. Самая маленькая косточка – это... Где находятся? Это в ушах, да. Наковальный молоточек на мне. Буквально там по 3 миллиметра такие косточки. Вот. Ну, опять же, я говорю, да, что копчик у всех разного, разное количество. Поэтому там, как бы, вот есть некоторые моменты такие. Мышц у человека 640. Самая длинная мышца – это какая? Партняжная. Партняжная, да. Она, ну, скажем, здесь не будет видов, она спереди идет. Она идет по диагоналии, получается, обнимает колено вот тут. Вот на спирали, и вот сюда крепится. Поэтому она самая длинная. Казалось бы, спината подлиннее, да? Ну, вот эти паравертебральные мышцы, они вот идут от копчика, да? По бокам обоих сторон позвоночника. Но она не одна. Это много мышц, которые вот так вот друг к другу сцеплены, да? Вот это наш базис. Соответственно, вот этот, да? Вот так идет крестерц. Туда пошел копчик. Копчик не будем рассматривать. И поясничные позвонки. Л1, Л2, самые длиннословательные позвонки. Л3, Л4 и Л5. Вот это S1. Пять позвонков не будем дробить, они все равно совершившиеся в крестце. Да. Ориентируем нас по ассистам отросткам, которые должны находиться на одной линии. Соответственно, под 12-ти грудных позвонков идут 12-ть пар рёбер. Плавающие рёбра. Вот этих позвонков. Рёбра примерно толщиной с палец самого человека, да? И между ними расстояние тоже примерно палец. Вот это токуру, они углом. Идут. Так, вот тут я немножко дал ромашку, потому что есть ещё боковые отростки. Или поперечные они называются. У пузвонков, где крепится... Где крепится... Трёбра, да? Трёбра, да. Вот примерно вот так вот они идут. Как я говорю, они выше, а от самого пумака они выше. Лопатка, она треугольной формы, почти треугольной, вот такой. И она знаменита тем, что у неё есть кость, переходящая... Ну, кость это в перевозной розке кость. Переходящая в окривление отросток, вот там к ней крепится ключица. Немножко далеко не рисовал. Это под лопатом, да? Ключица крепится прямо сверху. На. То есть она немножко над этой косточкой выпирает. Ну, таз я уже говорил, да, что вот идут мышцы здесь заканчиваются, да, но сам грибин, по задушкам кости, идёт выше, вот получается, по диагонали, вот такой. Вот эти косточки, это там, где нету мяса, это просто все мышцы крепятся отсюда, а потом отсюда. К лопатке идёт самая такая противоречивая мышца, такая достаточно большая, от 12-го грудного позвонка, да, она идёт вот так, вот так. Это трапециевидная мышца, вот она и разворачивается, волокна разворачиваются. Здесь сухожильный ромб, такой вот, и сверху она идёт, 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 может голову в другую сторону взорвать. Трапециевидная так идёт здесь, да? Это всё трапециевидная, вот от шеи она, вот такая большая, и заворачиваются вот сюда, и до середины ключица она вот там крепится, вот там вот. Представляете, это всё трапециевидная мышца. Соответственно, ну, я говорил, что мышцы у нас есть синергисты и антагонисты. Так вот это, получается, мышцы сама себе антагонист, потому что верхнюю часть поднимают лопатку, да, и, соответственно, растягивая эти мышцы. Эти мышцы нижние, если стягиваются, да, для напряжения, то они опускают лопатку, а эти растягиваются. Представляете? И, соответственно, в подъёме лопатку участвуют ромбовидные мышцы. Они идут вот так вот, большая ромбовидная и малая ромбовидная, да? Ромбовидные, получается, синергисты к верхней части вот этой мышцы. И синергистом является ещё элеватор скапулус мускулус. Вот так вот идёт, вот тут крепится. Вот такая вот мышца самая такая. Противно, часто у всех людей она воспалена. Да, вот именно здесь от шеи, поэтому это всё вот так разминает, и прямо в уголок лопатки. Мы сюда точки проходили, помните, да, в видео. Вот прямо к уголку она крепится, лопатки вот такая там толстая, как я навису ее, и виды, хорошо, да? Если что, можете в камеру посмотреть поближе, что вам важно, да? Ягодичная мышца крепится, как я говорил, да, вот в верхнем кости, да? Она крепится пониже вот здесь. Получается, вот большая ягодичная мышца, под ней средняя ягодичная мышца, и вот малая ягодичная мышца. Спереди вот эта мышца, вот эта вот, это подниматель большой фасции. Вот так сбоку идет большая фасция бедра, плоская такая мышца. Плоская фасция. Тут квадратная мышца. Она называется квадратная, да? Ну, на самом деле, она не очень такая квадратная. Вот так она идет, она не крепится к нижним ребрам, да. Да, на пояснице. И она же еще вот так идет, под таким углом к позвонкам крепится. И вот так она идет. Вот такая сложная мышца, да. И отсюда идет, по-моему, от L1, широчайшая мышца спины. Вот она идет вот так, вот так, вот так, вот так. И крепится сбоку, там подмышка практически, к самому плечу, к плечевой кости. Когда лопатка приводится к верху, да, с этой стороны растягиваются. Тут есть зубчатая мышца. Вот такая. Вот у культуристов она очень хорошо видна. Может, помните, да? Да, на ребрышках. Легко на них показать. Легко показывать так. Да, легко показывать, да. И, соответственно, когда мы разминали, помните, лопатку в эту сторону растягивали? Вот как раз мы растягиваем зубчатую мышцу, а эти сокращаем. И вот наоборот растягиваем тут трапециевидные мышцы, ой, ну да, трапециевидные мышцы и растягиваем ромбовидные и вот эту. Элеватор скатывается. Скатывается это лопатка в лосинске. Элеватор подъем. Поднимающая, поднимающая лопатка дословно. Так, ну, как найти седалищный нерв? Соответственно, вот, вот косточка у нас ориентир, вот косточка ориентир, да? Седалищная кость, на которой мы сидим, вот ее ориентир получается. Тут, как бы, видите, из-за того, что сферическая поверхность получается, да-да-да, то, как бы, проекция, ну, постараемся ее понять, эту проекцию, да, вот, получается вот так вот. Вот так вот идет. Равнобеденный треугольник у нас в итоге получается. Да. Нашел? Вот. Вот. Вот так, да? Угу. Если провести у этого треугольника бисектрисы, то как раз вот здесь начинается нерв. он большой и прямой, вот так вот идет, толщина примерно с большой палец человека, вот такой вот. Соответственно, к нему подходят вот эти вот четыре дыречки, да, здесь, отсюда выходят нервы, к нему идут, из поясницы, вот туда от всех пяти позвонков идут, нервы, ну, там еще какие-то внутри проходят, там тоже подходят к нему вот отсюда, через вот это отверстие. А где начинается копчик, там, ну, видели, дыречку он показывал, да, там вот конский хвост, там вот такой вот пучок нервов идет вниз, питает всю половую сферу, ну, все органы малого таза, да, внутри, и, соответственно, прожимая эти точки, мы как раз стимулируем всю эту систему, да. Потом какие мы точки прожимаем, помните, вот здесь, вот здесь центр этой мышцы, да, уголок лопатки, вот так вот вдоль лопатки пошли, мышцу вот до сюда, где трапеза закончилась, там уже нету точек. Потом вот круглая мышца, ну, как армарная троска крепится, соответственно, три пучка, задний пучок, средний пучок, и передний пучок, он идет вот туда-туда-туда, ключицы отсюда не будет. Дельтовидные мышцы, да, от них начинаются круглые мышцы. Много, кустые. Да, мышцы много. Но нам все не нужно знать, мышцы, это вот самое просто основное. Просто вот тут находятся точки, соответственно, вот такие мактурные точки, между ними находятся вот здесь. Точки на шее, помните, мы продавливали середину, вот, да, вот с той стороны точка. Ну, на черепе я не буду рисовать эти точки, и вот там, под этой мышцей еще находится точка прямо здесь. Это вот основное, что нам надо знать. И переходим к ноге теперь. Сейчас прикроем. Вот если руку поднять, вот так вот, чуть-чуть, можно, вперед, влежка, влежка, и держи вот так, будто бы сдаешься. хайл пикер. В смысле, извините, ханде-хок, да. Вот она, вся она прибылась. Видите, вся эта мышца активно видна. Если все, опускаем руку. Если поднять вот так ногу, вот так вот, напряги ее, то видно всю большую и гладичную мышцу. Вот она. Все она будет. Видите. Опускаем ногу. Здесь, соответственно, идет двуглавая мышца, двуглавая это бицепс. Не холодно тебе? Тоже все мышцы достаточно. Вот отсюда уже начинаются сухожилия в этих мышцах, да. И здесь как раз вот находится точка. Точки рисуем синим. Вот в этот станции, соответственно, находится точка вот здесь точка и вот откладываем 8 сантиметров вот здесь точка. Само бедро, вот это, да, от этого отверстия, большое верстило бедра, оно идет по такой диагонали. Если проект собрать вот отсюда сверху, да. Все вот эти бугорки, вот это называется малый вертел. Малый вертел бедра, вот это большое вертел бедра, вот это там вертлужная впадина, соответственно, все бугорки, какие тут есть на косточках, там, посмотрите, с той стороны, вот на руках, вот эти все выступы. Это все не просто так. К ним крепятся мышцы, то есть они сюда ложатся. Там есть вот такие вот ямочки, сюда ложится мышца, называется влагалище костей. Какое слово? Слошное. Да, такое слово. Тогда влагается мышца. И если человек культурист, он занимается активным спортом, мышцы растут, и, соответственно, если бугорки вырастают, им же надо крепление, чтобы было больше, то есть вырастают кость, кость плотнее, объемно и мощнее. Так, икроножная мышца, она тоже. Василий Иванович, привет. Василий Иванович, тоже она двойная получается вот такая. Раз, долю, вторая доля с ту сторону пошла. Сухожилие у нас крепится выше, получается, вот сюда идут, да, а здесь вот примерно почти от центра идут сухожилия, переходящие в ахилловое сухожилие. Сюда же еще подходит и ромбо... ой, камболовидная мышца, вот она, да, и большая передняя берцовая мышца. Их хорошо видно вот на вот эти вот в модели. Нехило накачал. Вот, так было видно, и мышца пошла. Вообще. Какое положение лучше так, наверное. Вот, так-то. Ну, что, видно? Вот, раздваиваются. О, ничего себе. О, как. Да, соответственно, вот эти мышцы вот так вот они растягиваются, а вот так вот они сокращаются. Сокращаются, Точки нас интересуют, которые идут, получается, по центру. Вот здесь точка, да, точка от сгиба колена, например, трепать сюда, трепать сюда, вот точка, вот точка. Это тут раздваивается нерв. И так идет. Седаешь нерв. И это пошла вперед, вокруг стопы и к большому пальцу. Так получается. Обвивает ногу по диагонали. То есть, для того, чтобы, чтобы разблокировать мышцу, достаточно большой палец хорошо проработать, но достаточно я не могу сказать, но как вспомогать, так вспомогать, да, расслабляйте. Да, расслабляйте. Но помню, сюда мы нажимали на них, вот так вот. Наступали, нажимали, потом, соответственно, вот тут точка есть, вот тут точка. И ниже есть. Ну, их вообще много, да. Тут тоже их нет. Вот эта точка, точка взлета. А, взлета? Вот эта вот точка ранее. И вот мы прожимаем точку, где седачнев прилегает к тазовой костиле здесь. Здесь тоже про него не забываем. На стопах точек много, да? Все мы их не будем, наверное, показывать. Продержи ногу, пожалуйста. Вот так. Щекотки боишься немножко, да? Нет? Нет? Вот точка, вот точка, вот наши основные точки, да? Здесь, как я уже говорил, нижняя зона вместе с лодыжкой, это половая часть, область нижнего таза, да? Вот эта часть, это область дюшины, здесь внутренний орган находится, вот эта зона, это получается грудины, все, что за грудиной, легкие, сердце, это то, что относится к голове. Ну, мы условно как бы все это разделяем по толстый кишечник, тонкий кишечник, ну, и так далее. Прожимаем мы не китайской терминологией занимаемся, не китайской медицины, но условно прожимаем все эти точки, точка, соответственно, есть и на каждой фаланге, их много, и с этой стороны, и с той стороны. Есть точки, где крепятся вот все эти сухожилия к пятке, да, вот тут они идут вдоль пятки. Вот тут у нас получается голова, шея пошла, позвоночник идет вот так и вот так. Я почему-то думала, что это ниже позвоночника. Вот если брать картинки, по которым я занималась, вот он идет вот вот по этой линии. Он идет чуть-чуть выше, вот так да, вот так. Он идет легко угадать по линии, где меняется кожа. Тут кожа гладкая, тут она получается такая вот теперь венужья. Вот по этой линии получаются вот эти позвонки. Прожимая их, мы дополнительно стимулируем точки позвоночника. От позвоночника естественно идут нервы, усерднутые органы и мы можем посмотреть карты. У меня есть такие специальные наложения, что стимулирует, какой орган мы можем простимулировать со стороны спины и наоборот, когда будем проходить вестеральный массаж живота, на какой позвонок мы действуем из живота, через живот. То есть, например, массирует желудок, у нас вот этот позвонок, позвонок три, выклад зона. Есть тоже карты, отвечающие за зоны внутрих органов на спине. Вообще, человек, он по принципу голографической реальности Вселенной, он многократно сам себя в себе повторяет. Мы знаем из Священных Писаний, что вверху, то внизу, в малом содержится все целое, вся Вселенная. и во Вселенной содержатся элементы малого, частички. Также голограмма, ее основные принципы какие? Вот какое-то стеклошко мы видим, на нем нарисована не картинка, а интерферационные кольца, вот такие кольца, кольца, кольца. Когда лазерный свет на нее попадает, инфракрасный, то рисуется в воздухе объемный трехмерный объект. Представляете? Это первый принцип. Второй принцип. Если расколоть это стеклошко, поднять хотя бы маленький осколочек, треугольный такой, и опять просветить этим лазером, опять получится целый объект, целая структура. Вот почему говорится, что Бог находится в нас, и мы находимся внутри Бога. Это одно и то же, мы неразрывны. И соответственно в теле человека многократно есть проекции всех внутренних органов. и на стопе, и на каждой фаланге пальца, и на ноге, и на спине, и на лице, и на ухе, и на языке, и на радужке глаза, и на ладони, и на каждой фаланге. Они еще раз, еще раз, еще раз доробятся, доробятся, доробятся и повторяются. Как фрактальные рисунки. Если помните, вы видели фрактальные рисунки. Узор нарисован, вы его приближаете, а там еще приближаете там еще раз, бесконечности видно этот узор. Так, мышцы мы, по-моему, все нарисовали, все области воздействия точно точки, да? Спи, да, ну пусть поспитаем, цепло, хорошо. Сейчас лето. Ну, это вот наша основа, да? Я там выложу для вас эти карты, да, на какие позвонки отвечают, Потом посмотрим. Ну, и, собственно говоря, вот эта вот основа, что нам нужно знать. Можно, если хотите, копаться глубже, да, но, в принципе, достаточно глубже понимания наших пальчиков. Вот мы сюда залазим, да, и что мы там конкретно массируем. Ну, есть еще мышцы, про которые тоже многие забывают. Например, Крестцова, вот, Крестцова, подвздошная, подвздошная кость, вот такие вот коротенькие, коротенькие, такие мышцы по сансиметрику. Потом позвоночно, позвоночно, подвздошные мышцы, вот такие вот они, коротенькие, такие, к позвонкам идут, да? Вот. Про них часто люди забывают, да? Но когда мы залазим пальцем, мы их чувствуем. Там тоже внутри есть, вот отсюда идет, получается, к большому вертелу грушевидная мышца, вот она вот такая, да? Говоря, она и прижимает седали шнерф. Там еще есть мышцы вот такие, да? там их много. Мы их уже находим пальчиками, Нам про них конкретно знать не надо, что там конкретно, да? как правило, вместе крепления этих мышц всегда есть триггерная точка. Здесь, 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 это тоже триггерные точки пошли. Здесь, соответственно, не забываем, тут тоже триггерные точки. Вот мышца идет, вот она крепится, да? Вот тут триггерная точка такая большая, массивная. Ну, их даже там две, потому что мы вчера эти триггерные точки трогали. На Владе, да. Тут тромбовидная отсюда подходит, отсюда дельтовидная подходит, да? Вот это нам основа. Так, ну, что еще? Точки на голове в другом виде покажу, да? Живот нарисуем и внутренние органы, брюшины в другом видео, да? А сейчас сворачиваем удочки, смотрим удочки, идем отрабатывать все на практике и только на практике. У нас минимум теории. у Олега Аллафа Гудвина так построены тренинги, что мы все практикуем друг на друга и с готовыми навыками в понедельник идем применять их, приносить пользу людям, добро и позитивные эмоции и энергии, потому что благодарность от клиентов неимоверная и в таком количестве, что просто, ну, я просто работаю и радуюсь, честно вам скажу. До новых встреч, друзья. Будьте с нами.